Приветствую вас! И первое, с чего мне хотелось бы начать свой ответ, это с того, что вы задаете свой вопрос в раздел «Психология». В разделе «Психология» не занимаются гаданием, не занимаются предсказанием, не занимаются никакими видами магических услуг и так далее. В разделе «Психология» специалисты данного профиля анализируют полученную информацию и дают на основе нее рекомендации, которые вы можете использовать для того, чтобы получить желаемый результат. Можете и не использовать, и тогда результата вы не получите. Также отличительной чертой работы специалистов в области психологии является ответственность, личная ответственность. Давайте посмотрим на ваш вопрос именно с этой точки зрения, потому что вы задали свой вопрос именно в раздел «Психология». Вы пишете, что вас ненавидит свекровь. Если вас действительно ненавидит свекровь, то а, это должно в чем-то проявляться, б, вы должны чем-то ей серьезно угрожать. Свекровь должна считать, что вы мешаете ей получить что-то, что ей очень нужно и важно. Вам, со своей стороны, должно быть понятно, чем именно вы мешаете советливой крови, и вы в данном случае должны иметь свою позицию по этому поводу. Даете вы ей то, что она хочет или не даете. Если не даете, соответственно, у этого есть цена. Если даете, у этого тоже есть цена. Вопрос в том, какую цену вы готовы платить. Следующий важный аспект заключается в том, что вы в ссоре. Ссора происходит всегда из-за чего-то. И у ссоры всегда есть две стороны. Вы и ваша свекровь. И вам необходимо разобраться именно со своей субъективной стороны. Вопросы. Для чего я ссорилась со своей кровью? Какие чувства и эмоции вызвала у меня эта ссора? Чего я хотела в этой ссоре? Что меня зацепило, задело и так далее, например, в этой ссоре? Мне кажется, что это очень и очень важный момент. Дальше. Ну, нужно понимать, что с игрой в любом случае вас стал старше. Вы в любом случае ее моложе. И, в принципе, соперниками быть вы, если и можете, то только за внимание вашего мужа, а ее сына. И, поскольку это внимание является принципиально разным, вот абсолютно принципиально разным, то, как конфронтировать, вступать в конфронтацию. Вам, по сути, не из-за чего, а потому вы решили бороться со свекровью. Свекровь, скорее всего, женщина пожилая и имеет определенные страхи, которые не выглядят необоснованными на фоне того, что вы занимаете большую часть времени ее сына. Соответственно, она боится, и она имеет на это право. Вы, со своей стороны, вместо того, чтобы проявить силу, такую разумную, мудрую силу, вы начинаете вступать в конфликт со свекровью. Именно от вас зависит, померитесь вы с ней или нет. Точнее, даже не так. От вас зависит, будете ли вы с ней в ссоре или нет. Понятно, что если свекровь захочет, то она будет с вами в ссоре в любом случае, чтобы вы не сделали. Но очень важно, чтобы именно вы не были с ней в ссоре. Следующий важный аспект касается примирения. А именно вопроса того, для чего оно вам нужно. Почему вы задаете именно этот вопрос? Зачем вам примирение? Что оно должно вам дать, это примирение? Чего вы хотите, желая примиряться с ней? На что вы готовы пойти? Готовы ли вы в чем-то уступить? Готовы ли вы что-то отдать? Ради примирения? Если нет, то соответственно, на мой взгляд, примиряться нет даже никакого смысла. А желание, которое стоит за стремлением к примирению, стоит удовлетворить иным путем. И только если вы сделали вывод из этой ссоры, только если вы понимаете, что так, как вы себя вели поступать не нужно, можно примиряться. Но в этом случае, еще раз повторю, необходимо свое поведение, свое отношение менять. Без этого примирение не имеет никакого смысла. По сути, по сути, то, что я хочу сказать, заключается в том, что свекровь вашу нужно пожарить и увидеть в ней не вашу заперницу, коей она в принципе не может являться, а старую женщину или пожилую женщину, которая боится, остаться одна. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.